28 августа Православный мир отмечает День Успения Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Праздник значится в списке 12 главных христианских церковных дат. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. Богоявленский храм по случаю праздника проводит торжественную литургию. В центре храма перед алтарем расположился гроб с ликом Божией Матери. Для христиан всего мира Богородица – величайшая из святых, которая своим примером показала образ настоящего праведника. От рождения и до самой смерти она несла людям веру в истину, в Бога и христианство. Именно в этот день Успения Пресвятой Богородицы владыка Иаков вручил юбилейную медаль святого князя Владимира за содействие и помощь в строительстве храма-часовни в столице Заполярного района. Ею удостоился глава поселка Искателей Григорий Коваленко. И благодарю вас всех на всю жизнь, потому что мы многие труды положили для того, чтобы храм наш устроялся, получил бытие. Я верю, что с бодой помощью Богородицы, красивый, достойный святой храм в честь Богородицы, который поднимется в поселке Искателей и будет сильнительством возрождения нашей святой силы. Новый храм будет построен в районе автобусной остановки улица Монтажников. Уже выделен участок площадью 16 тысяч квадратных метров. В конце июля владыка Иаков осветил закладной камень. Там не только храм, там будут и мастерские, и гостиница. Так планируется. Ну, сейчас часовня строится, начали с фундаментами делать. А пока было служение в отдельной комнате, администрация выделила, ну, помещение. Там все службы проводятся, и крещение, и все прочее, что необходимо, и отмечения праздников. Ну, я надеюсь, что со временем проект тем более разрабатывается, и будет храм Искателях тоже. Также в самом центре города, напротив Богоявленского храма, активно строится Арктический собор. Этот духовно-просветительский центр возводится по благословению Святейшего Патриарха Московского Ивсия Руси Кирилла. Мы тоже возводим величественный, красивый, святой храм, который с Божьей помощью будет воздвигнут и посвящен Успению Божией Матери. Это знаменательно, потому что таким образом знаменуется и свидетельствуется возрождение и нашей Северной Руси, как и всей нашей Великой Родины. Поздравляю всех наших северян, всех соотечественников с этим великим праздником. Желаю помощи Божией, крепости и достойной христианской жизни. В День Пресвятой Богородицы принято не только ходить на службу, но и определять, какой будет осень. Если на первую причистую хорошая погода, вся осень будет хорошая. После праздника на Руси приступили к уборке картофеля и начинали делать домашние заготовки. До 28 августа юноши пытались успеть посвататься к понравившимся девушкам, поскольку это была последняя возможность в этом году – попросить их руки и сердца. После успения Пресвятой Богородицы, согласно народным приметам, наступала свадебная пора.